Девушки отдыхают Изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нём. Тогда пользуйся моментом. В следующем году корабль списывают. Айзек, спасибо тебе. За что? Ты заставлял меня двигаться дальше. Если бы не твоя настойчивость, я давно бы всё бросила. Но ты подталкивал меня. Помни, я расстаюсь с тобой на шесть месяцев ради этого. По-моему, мы выходим из зоны приёма. Айзек, ты меня слышишь? Халлоу! Халлоу! Айзек! Айзек! Сосредоточьтесь, мистер Кларк. Итак, вы рассказывали мне о своих кошмарах, в которых фигурирует ваша погибшая подруга. Как там было её имя? Николь. Я не хотела, чтобы всё так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ах да. Николь Бреннон. Она ведь была старшим медиком на борту корабля класса Планетарный Потрошитель. Ишимура. Юэс Джи Ишимура. Верно. Экспедиция по добыче руды на Егиде Си. Связь с ними пропала вскоре после их прибытия к планете. И вы в составе ремонтной команды отправились к ним на помощь. Причём вы вызвались добровольно. Верно? Что произошло на борту корабля, Айзек? Они нашли кое-что. Что они нашли на этом корабле, Айзек? Обелиск. Вы контактировали с этим обелиском? Он вызывал у вас видение, верно? Неприятное видение. Он говорил со мной. Что он говорил, Айзек? Что он вам говорил, Айзек? Сделай нас единым. Айзек. Айзек, вы меня слышите? Айзек? Ребят, субтитры для тех, кто не может слушать по каким-то причинам. Айзек. Айзек, вы слышите меня? Дэйна, я обнаружил Айзека Кларка. Повторяю, я нашёл его. Отлично, Франко. Только осторожно. Он долго был в отключке. Не, озвучка хорошая. Мне нравится. Хорошо, хорошо. Спокойно, спокойно. Сейчас мы снимем эту смирительную рубашку. Где я? Где я? Знаю. Ты в замешательстве. Нет времени объяснять. Доверься мне. Хорошо? Слушай. Всё очень-очень плохо. Что случилось? Ну побежали. оп-оп-оп нато шла нахер знаете единственное что мне кажется громковато громковато немножко а то мы так с вами глохнуть будем она будет какие-то моменты проходить громкие а нам не надо чтобы она орала а то обосрёмся еще глава 1 кстати почему вы не сделали нормальную систему сейвов во второй части ему неужели после первой вас все устраивало как-то быстро монстры вылупляется из людей они же не стали тебе показывать 10 часовую версию вылупление за шо блять чё не все хотят от меня скинь пушку пожалуйста не брат пушку не тушку а пушку директор дейтман всему персоналу приказываю уничтожить все ключевые объекты и полностью зачистить комплекс это не учение дейтман конец сообщения а я в смирительной рубашке хера мне толку от этого оружия правильно куда его в зубы вставляешь итак сегодня глаз выглядит намного лучше правда балет он все еще балет да я назначу тебе еще один сеанс и завтра премьера время от нет я я не готов я не выдержу еще один голос погромче тихо да ну давайте сделаем 55 сеанс я точно прямо с утра и начнем поговорим о том что ты видел сегодня давай строс я здесь чтобы помочь тебе он был черный черный светился красными символами символы нашептывали мне и что же они тебе нашептывали ну же строс что был всего лишь осколок всего лишь осколок но так засрана себе голову мыслями что там для чего больше не осталось место я не могу вспомнить как она выглядит почему я не могу вспомнить символы строс что тебе говорили символ не работал что я не виноват я их не убивал а второй раз не заслужили этого и я не заслужил этого марта заработал бы верните мистера строса обратно в стадис увеличьте ему дозу на 30 миллиграмм и попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе объект нолан строс а это видео бесконечно 58 планника который выходил мне не смотрел сегодня глаз выглядит намного лучше и правда балет он свящий балет да я закрываю еще один сантры завтра ты чего мужик 4 я помню тебя тейдман сказал что все ключевые объекты должны быть лошадьированы уничтожены вот еще один эй послушай а какой смысл послушаешь а какой смысл мы оба можем выбраться отсюда просто просто снимись меня это дерьмо никто не выберется отсюда живым никто не делай этого блять от того что я сделал нет спасения успокойся приятеля ты только успокойся 2x красный красный тут стенам шкафчики аптечка и фонарик забирай их фонарик это очень полезно а ствол там есть давай же носом двери откроет я кстати об этом подумал тоже когда подходил любили больше мы все будем гореть в аду за то что с тобой сделали мы будем гореть в аду за то что с тобой сделали что же вы со мной сделали товарит ствола у тебя в штанах не поспоришь кларк айзек кларк это ты годы меня зовут дэйна я пытаюсь спасти тебя почему что происходит у тебя редкая форма безумия айзек которую ты подхватил на эгиде 7 откуда ты знаешь откуда ты все обо мне знаешь эта болезнь убьет тебя но если ты доберешься сюда я смогу тебя вылечить чего я должен тебе потому что это не тебя стреляю просто иди по моему маршруту а в субтитрах написано вот дерьмо интересно нажмите удерживайте байл локатор блять страшненько удерживайте до появления прицельной чего ну тут прям хоррор подвезли тут полная темнота просто в первой части атмосферно здесь я смотрю вообще прям до ух почему-то у меня складывается впечатление что я не играл во вторую часть хотя я был уверен что играл может быть и реально не играл ну так тема интереснее будет если даже и не играл нет субтитры конечно зацензурены может и играл в третью таки розной можете я вообще не играл он ни в какую кроме первой я наоборот таро показал слишком детской не страшный чистый шутер я даже в первую часть типа свое время как она страшная была но вообще по одному от кристаллики например скиднула первую часть после одной головы а вторую после трех но это не показатель вторую тоже не помню может она не настолько хороша чтобы ее запомнить ты гранди моих нерв есть сама выключил фир фир еще хорошая в этом плане серия фир свечная выскакивающая девочка из-за угла а ты захочешь потом за угол а ее там нет я на такую измену садился блять когда играл в ней сидишь вечером и видишь тень из-за угла заходишь там нет никого когда я первый раз играл я думал меня реально блять паранойя какая-то развилась оказывается это фишка игры было но на тот момент я это не понимал и мне было очень страшно блять я просто сидел и не бы не понимал что за хуйня я реально в темноте сидел проходил фиру и бля и так что случилось и в порядке было страшно не помогаешь если ты обнаружить тебя погибнуть люди я тоже если будешь меня слушать мне это не нравится нравится не нравится снимая красавица нахуй гореть я инженер я так вижу сюда о прицельте нажмите f чтобы захватить предмет это прекрасно какой предмет будем хватать палки а вопрос зачем они нам здесь все закрыто и куда идете блять это вместо пистолета а в этом плане то а я думал их ставить куда-то надо выгореть палки я думаю что это здесь закрыто же может надо разбить окно палкой блять бля вот тратся возьму запасной патрон шестекла бьются вот это круто а у запускаете аптечка сюда лечение лучшее оружие второй части еще есть палочки но я как-то я в ловушке ой бля да здесь не тупит блядь везде а до вот она чё и чё каждый труп надо будет вот так по полчаса пинать да вы серьезно я протестую для поиска ближайшего выхода сверчись со своим x до заткнись ты замучила уже по одному разу достаточно но смотрите нам туда нифига там сколько денег то выпадает бог поможет нет а вот дверь открывается нет сначала лут брат потом помощь подожди патроны печеный не заряжает фонарик а я чем бахнуть как все найдем как патрике сюда 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 и детки а чё тут не палок ничего нету ему только так то есть подвинуть ее тоже нельзя интересно а чем на ее сдвинуть это да а чем теперь швырнуть гулять не а туда может там и не надо вовсе ну ладно а ты мне что успокойся сейчас я тебя освобожу этот ханевый лазер плазменный резак ну я предполагал что он не жил не жилец поэтому я особо и не торопился ну минус одним получается да ходить все трупы давить это напрягает а ну можно стрелять в трупы принципе как вариант наконец-то мой лучший пистолет на месте айсек это дейна расчленяя этих тварей только так их можно убить знаю у меня большой опыт просто будь осторожен и меня будешь учить я вообще-то такие дела воротил были вы холли а по и ногами несколько раз узнаешь как айзик ругается чего подождите это вот эта пасхалка как раз да прикольно служи сделали прикольно молодцы молодцы прицел такой резака новой на меня можно поменять на старые лучи номер да вроде нормально пока молодцы молодцы пасхалочку сделали но не нормальный прицел но я это я и так предполагал что нам туда ебать я не обозрал на ременчике да шо так громко в ухо это прям прям в ухо мне и вам наверно вот на этом я обкакался я тебе говорю я тоже не ожидал прям в уши а это еще громкость это самое поменьше сделал используя их же руки не ну так-то тема хорошая на самом деле с конечностями только энергия же кончается то они этот на халяву что может делать какой смысл вообще из пистолета стрелять если есть ваншоточный механизм патроны экономии да 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 зарядить оружие нажмите r у меня заряжена советики блять своевременно не всегда есть что кинуть это да но механик неплохая ок а здесь у нас что новый шкафчик этом новостей про томик аркету до сих пор разъяснений айзек айзек быстрее они гонятся за нами кто они кто гонится за нами кто они герои интерстеллара тоже говорил точно так же кто они они кто они айзек айзек сюда шевелись айзек о нет нет айзек помнишь меня пациент 5 я пациент 5 помню не помнишь не как же не помню не сработал двери заблокировали я сказала поторопись ты что не слышал слушай я и без тебя обойдусь отлично посмотрим куда ты продержишься заебись блядь пока эти руки ноги полутаешь уже блядь убьют 10 раз а она еще не шотит что ли да ну нахер ваши эти способности блядь я в жизни все потерял я бы их и так бы его расстрелял бы на яйцах блядь два раза куснули блядь переборочная пошла ребят иначе тебе придется полагаться на меня твой враг тейдман а не я нашла новый маршрут да тут когда они строим нападают неудобно опять взялись эти некроморфы и на станции титан на орбите сатурна а некроморфы они чёрт фейдман глушит мой сигнал чёрт ага нам вниз но мы сначала здесь посмотрим а подожди отсюда пришел лол зачем я поднялся наверх опять нет я понял что вся конечность надо именно кидать но я попробовал вдруг телом тоже откинет там или еще очень пожалуйста направляйте всех пациентов жалобе на чувство тревоги или проблемами с психиками и в другие госпитали станцию на закончить свободное койко место практически исчерпан запас препаратов эмоциональной коррекции последняя волна увольнение и рост напряженности между единотологами комитетом конечно привели к всплеску числа пациентов но поступающих сейчас больных совершенно другая симптоматика хорошо сколько время-то два часа привет негодяй здорово так но уже лежащие трупы нет смысла и найти я так понял только новый но новое сделанное как говорится до отвеч не забывайте фаловать в к плей вы сказали знак в к плей на твиче можете продолжать смотреть стрим на твиче но на всякий случай по локте пригодится я думаю статистный кокон заметок замененную тихиона узел из магничной катушку короче понятно медленно вращайте мышку пока не появится голубой . и нажмите лкм и на но и ну что ж как говорится но вообще я все делал хорошо не знаю почему так произошло мне кажется я не виноват вот а куда нам идти ты ага во что ему стрелять-то надо было он умер блять конечность вроде остров поздравился он ну здравствуйте я же могу его заново-то заморозить блять ну да могу а чай туплю-то о замедлили уронов с тазисом появилась сейчас сделаем тогда черт ну а и и и и и ну вот ну вот и все делать то блять уровни без затупов 0 хайтера и хайтера подъехали надо было разобраться я разобрался открыть аварийный кого створ конечно открыли зарядка ставится это мы с вами сделали больше здесь ничего интереса нет а мы хорошо и что я обмануть меня решили блять не знаю как ваши двери проходить почти женщин станет кушать здесь стадис по-другому он прям пучок такой кидает узконаправленную похож но немножко по-другому и все равно тупишь меньше чем дима да и зру а чудим к тупит а кстати он получил доступ в к play life так что возможно сегодня завтра там подрубит наверное не знаю я увидел как он в телегу закрытую зашел в канал так что наверно подрубит ближайшие дни отчет тупить туда тупить-то особо негде пока алло тебе просто понравилась механика взлома и ты хотел насладиться этим вот хоть один человек понял всю суть это не из-за того что я лоханулся просто я хотел еще раз по взламывать конечно конечно как это можно было не понять и она кто ты блядский рот блядь я бы обосрался наверное если бы это было неожиданно спасибо за 50 а мне не дали доступа закрытой телеге хотя я уже стример на вк play блядь сейчас подожди секундочку чат но здесь важное мероприятие так где-то у меня должен быть тут душнила питерская вот он андрей шведов а как тебя пригласить в группу а знаю ща подождите другую добавить участников вот он андрей вроде добавил добавил тележку выключить о пинг дискорде появился а это это не это не не но не но я все жду все жду новостей по atomic heart не вид злома неплохо сделано особенно если он будет быстрый гореть будет жопка от него нормально я не могу не выстрелить не боишься трачу патроны но как вот не выстрелить шарик это байт мне кажется разработчики прекрасно понимали что сто процентов игроков заходящих сюда будут стрелять шарик а а как иначе потому что председатель дона и доктор брукс я не награда уже говорил о том и выжим повторится мне не нравится атмосфера секретности которые окружены новой лаборатории психиатрического отделения прошло три года у нас нет и намека на то что происходит подобная секретность неуместна в открытом и свободном сообществе и компьютерной сети настолько изолирована что мы даже не знаем существует ли эти сети не говоря о том чтобы убедиться что никто не совершать не этичных действий прямо под нашим носом если в ближайшее время мы не получим разъяснений я обращусь напрямую к тейдману и потребую провести тщательный пересмотр подобной политики доктор брукс конец сообщений прием первый раз играешь ты чё-то мне складывается впечатление что я не играл в dead space 2 по ходу дела но почему-то я был убежден что я ее проходил но по ходу делал первый раз наверное используйте кислород огне опасно не курить взрывание разгерметизация а а пряди по замку чтобы остановить декомпрессию повреждение корпуса устранено все понятно думаю что больше чем в dead space и записывать только в ассасинах и в skyrim не ну если инфа интересная полезная почему бы не почитать у магазин я нашим на самом деле но подозревал что этого не произойдет но нет произошло деньги 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 сохранить ну ты со ты со ребята это забейте вообще там сингл компанию сюжета можно год проходить и даже не вообще не контактировать с другими игроками абсолютно так это патроны это плазменный резак больше у нас ничего нет чем мы можем купить быстрый клепальный молоток надежность скорых 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 скорость альтернативный огонь нажмите пробел это понятно силовой резак пистолет карателя силовой а какой здесь оружием медь это они разными стихиями хуярит ух ты здрасте это че я должен теперь еще и комбинации здесь делать финалки 14 еще лучше чем тасса возможно не спорю я финалку не играл плазменный резак отличный но для контроля толпы я думаю импульс работает nice но у меня для контроля толпы он винтовка была в первой части принципе она свою новую задачу справлялась а перс к винтовку спецназа детонатор опасная лазерный пистолет вот импульсная винтовка обычная и у нее под подствольник есть есть импульсная винтовка спецназа у этой альтернативный огонь урон плюс 5 и надежность минус 10 а у этого надежность минус 5 скорость плюс 5 а сколько это все стоит то блять я не понимаю она бесплатная что ли или что я могу вторую пушку бесплатно себе взять она надо так на халяву дают алю это все из dlc как этот обманом не надо или нет это это скины что ли это пойду in content а все базара нет скипаем то дачу если вы говорите мне надо все непонят проблем да не пистолет за симба в этой а костюм надо взять костюм надо взять костюм надо взять костюм вот костюм сортировщика а увеличенный стадис пять процентов в базовой комплектации содержит минимум 15 ячейка рюкзака 15 процентов брони ваших будет поддерживать все имеющиеся улучшение брони рюкзака вот стандартный до костюм инженера берем без всяких меток но 5 процентов они нам ничего не дают но мы тогда оденем обычный это же обычный обычно потом брони меньше это здесь еще 10 процентов или 5 по моему а там 15 было сразу не нам зачем пойду винтом и специальная среднюю поставили чтоб не так легко было но и не сложную чтобы не сидеть не потеть неделю на одном монстре окажет шлем где а вот все вопрос нет с наденется давай ну прям старкрафт какой-то блин а пушка есть без меток нету ну и нахуй на тогда нам надо и ствол без иконки а где вы увидели ты а вот он перекрашенный плазменный резак инструмент для резких пород ранее бывшие употребления отремонтированы силами с.с. нажмите левую кнопку что выпустить узкие режущие лучше когда он меня же есть нет или я чет не про не бы не понимаю я а у меня какой подождите плазменный резак а это какой перекрашенный плазменный ряда как и просто скин но он не улучшенный да просто скин это типа из первой части на я да ладно короче нахер он не нужен и так нормально нажмите тап что перейти к рюкзаку и записи и чё но перешел зона вакуума да ты чё я думаю что все летает тут все было макало а вижу я стане скончил а 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 вот чё-то валяло а ну чтож я жарный такой на лук то блять ну потом подобрал я и с рука нет обязательно сейчас надо было подобрать лук да как в тебя попали а вот а наибол наибол не спорю господи ну и слотные булот хорошо транспорт сразу за жилым комплексом подожди я хочу знать сколько я уже здесь пробовал три года ты обнаружил тебя в космосе возле эгиды 7 и притащил сюда чтобы изучить почему я ничего не помню обелиск оставил у тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал чем дольше ты сознание тем больше нервных клеток он захватит он убивает тебя тэдман пытался замедлить процесс подавляя твою память ты можешь это исправить только если успеть вовремя транспортная станция шевелись да подождите я лутаюсь это что почему да иная на диана но в субтитрах где диана тогда иначе пристали то я окна отстались восстановить не знаю мне нравится прикольно на самом деле ну ты токсик говорит за что вы его так всего их спросил почему дэйна не диана а вы его сразу определили близко а кого-то нет я же не серьезно да понятно что мы все не серьезно оп в очко я же говорил что дед 2 неплохо и дед 3 тоже по особо неплохо ну будут проливать будем играть я же не против я только за на приятно поиграть в хорошие старые игры особенно на фоне в принципе безрыбья на рынке игрового конечности это единственный способ остановить тварей конечности и слабое место связь не работает так что передайте эти слова всем кого встретите так продать узлил четыре штуки у нас есть пойдемте с вами прокучаем естественно пистолет в первую очередь ладрен резак так ущерб перезарядка либо вот это равно потом все качать придется да да одну пока оставим своем друг будет закрыта как они дверь и можешь выкупить все велосипеды чтобы не мешали а зачем но лежат они лежат но если будут напрягать тогда так поступим пока вроде насрать что чтобы не убивать языка они типа память пирали и так далее и так далее что они хотят чтобы я заморозил я и так добегу подумаешь проблем какая говорит директор общая тревога по станции соответствии с гражданскими вводом станции титан я ввожу в военное положение всем гражданским немедленно это не учение немедленно следуйте к ближайшим точкам не может быть настройках есть где-то без белки я не знаю я просто не видел да я вообще не в курсе был про эти вещи это магазин открыл я охерел от количества оружия и все остальное так открытие сюда а здесь о секреточка а я вам говорил а я вам говорил не зря мы один узел оставили себе текстовое сообщение так только для для использования связи с кризисной ситуации на рынке разработки по планет показать безработица станции стан вырос девяти с половиной процент впоследствии инцидент сашимуры продолжает влиять на добывающую промышленность частности компания представляющая различного рода услуги закрывается одна за другой таким образом условий для дальнейшего развития планетарных разработок становится все меньше и меньше тем не менее станция титан все еще генерирует некоторую прибыль в основном благодаря грантам комитета выплачиваем на научные и следские изыскания и разработки организация обеспечения обслуживания колонии смогла преодолеть последствия кризиса поскольку в правительственном секторе наблюдается некоторое движение между тем доки для планетарных потрошителей корабельный флот горное оборудование и товары для промышленной продолжают быть крайне убыточными СЭС смогла частично компенсировать траты сдав в аренду естественному департаменту комитет свой ком Санкции российские Силовой узел Так, это нам надо, значит, что-то с вами выкинуть А чё сменю-то, алё? Блядь, какой-то ужасно выглядит Нахера я вообще это все читать Потому что интересно И хочешь не читай И смотреть стримы, когда можно посмотреть концовку на ютубе Из-за вот этой, ну, дотой Зашел да посмотрел Ты умрешь сейчас Ну, вот видите, я ж вам, блядь Иди сюда До свидос Это ты мне, что ли? Ты пиздуй, пожалуйста А будто у вас кто-то держит, блядь Страна или люди, блядь Перегруз будет, аптеки не влезут Ну, выкину чё-нибудь Стример дно, а раз похуй на мнение других Да как скажу Чё, подождите, дайте я говнаря забаню А то Жалко ему тут Сидеть, блядь, еще мучиться Сидит, страдает, смотрит Забанить к хуям собачьим Все, пиздуй туда, где ни дно Вот сидит, блядь Уебывается Четыреста человек, блядь, нормально Все сидят и слушают И им все интересно Одному неинтересно Стример дно, ему похуй на мнение другим, блядь Ты меньшинство, запомни Твое мнение никому нахуй не сдалось Все, продолжаем играть Чё пришел, зачем вообще, чё приходил, непонятно Говорите, блядь Прям есть такая строчка к хуям собачьим Да, да Алло Пойдет сам за себя, брат Пойдет сам за себя Ты, конечно, прости, но Счастливо Удачи Так, чё, как выйти-то теряется А, во Айзек сюда Айзек Айзек Сюда Спокойно Так, чё-то у меня мало веса, кстати говоря Меня это немного печалит Нам туда А с другой стороны есть что-нибудь? А прохождение 3 части будет в коопе или в соло Если мы до нее дойдем Если мы до нее дойдем, то в соло Блядь, точно заик и меня оставят И скримеры Тут скримеров дофига в этой игре Обычно зомби Выходили из-за угла всякие А теперь они мне прямо в лицо прыгать начинают А если одной хитрой лисе купить игру Кооперативы? Это надо Поговариваться Найти время У меня стрим начинается в 8 Человек может прийти в 10, блядь И чё я буду до 10 сидеть? Пуковать что-то? Да не надо, зачем? Соло прекрасно играет Кооперативы мы лучше в другие игры поиграем Фу Ну, бля, Лефудер 2 Да мне не играть Я считаю, надо поиграть Так, а я пришел оттуда, да? Ага, все верно Скримеров тут очень много Ну чё-то вот Прямо в лицо прыгают Неожиданно иногда Не то чтобы это страшно Это неожиданно Сидишь такой на чиле Разговариваешь О чем-нибудь И тут тебе в лицо Некромонгер этот прыгает, блядь Или как его там зовут? А чё тут происходит-то здесь? Вдруг секреточек В третьем Dead Space Некоторые дополнительный контент тоже в коопе Но он незначительный Пара по бочке Кто это нахер? Внимание Внимание Сбой в работе питания Производится переключение Ждите Жду Не кон sol Не кончик Бурли все лучше но в плане вот шутинга и зомби но этих ну короче мне пока нравится даже чем-то наверное чем 1 1 их мало что ли было тут прямо не лезут со всех углов с самого начала игры мне-то это мне это нравится мне это нравится как аптечки об че чаще так и обстанем топчу просто потом трупы когда остаются уже я не понял база то где нахуй это же целый город на какой планете мы находимся если там разгерметизация типа марса что ли постоянный экшен ну типа того да то есть больше динамики больше вот этих неожиданных моментов от этого же веселее кому ты нужен блять вообще честно говоря то так а мы сначала сюда так вот станции титан покорение лун часть 1 концепция переработки целых планет появилась лишь спустя десятилетия после открытия теории единого поля которая позволила человечество управлять гравитонами с той же легкостью что и электронами с изобретением оборудования для широкомасштабного управления гравитонами для добывающих синдикатов открылся новый рынок однако никто не может предсказать какие последствия может вызывать выемка целой планеты и солнечной системы а другие системы оставались для недоступными виду зачатого состояния работ по строительству первых гипер двигателя в качестве испытательного полигона был выбран спутник статурна титан а вот мы наверное на нем и есть ну да он находился достаточно далеко от земли чтобы разработка не представляла угрозы и в то же время достаточно близко чтобы обеспечить эффективную доставку оборудования необходимый ресурс непонятно и убежали не дождались меня повсюду некроморфы неужели они расползлись по всей колонии как это возможно ведь обелиск уничтожен дейна я его уничтожил ты уничтожил обелиск а но тейдман создал новый на этой станции зачем это мощная инопланетная технология и тейдман хочет заполучить его в свои руки а вы его уничтожил я не понимаю подождите я не понял мадам унесла обелиск мы пришли вылезла ебака мы ебаку уничтожили обелиск то оставался а точно камень же в конце на планету падает и взрывается точно да и царя ребята а вот все-таки раньше были игры лучше сейчас выходят хорошие игры но вот так вот если сравнивать объемом раньше как-то все было круче атмосфернее идеи новые появлялись часто все уже как сказать изучена из захочешь новую игру а механики повторяют там какие-нибудь механики старой игры ты такой ну ясно я это уже видел думаешь ну ладно что ж первое впечатление она всегда круто не точно меня короче хотят это зайка сделать это синоним слова черт если вы не знали я возьмется я тут жизни немножко потерял это сейчас сейчас возьмет все хорошо я освободил рюкзак от лишнего сегодня же еще один сос лайк выходит а кстати да я запросил ключ на чет пока не ответили если дадут там завтра послезавтра его я думаю глянем тогда но вообще честно говоря абсолютно просто что-то все говорят спринг спрингфилк или как он там называть все про него я думаю ну надо посмотреть и что если дадут глянем если нет ну тогда попозже наверно но в любом случае есть где посмотреть у других стримеров посмотрим чего из себя представляет то хоть на что покупать очередной соуслайн это знаете как кота в мешке бля все хотят угнаться за славой from software и очень часто получается не то совсем что ты хочешь какая-то фигня по факту штукарь системе стоит выйдет всем но вот сегодня над вечером будет посмотреть у кого-нибудь на него просто меня есть подозрение шо игра такая себя на среднячок очень сильный а из-за enjoy your community community а ну и ладно не простреливаются да и не очень-то и хотел как по мне недорого нету вторую игру не не нужно этот вопрос в ее качестве то даже косарь жалко некоторые зарубежные стримеры уже прошли ее полностью вчера около 12 часов занимает прохождение я понял можно не играть то есть ты заходишь в новую игру в жанре соус лайк и за 12 часов ты ее проходишь либо она короткая как хер знает что либо она очень легкая как хер знает что ну кому для что такое дина это один стрим наш зачем она тогда но надо посмотреть в общем один стрим это маловато конечно для соус лайка это она реально либо короткая либо легкая очень тут уж третьего не дано закупал на эти аптечки не берется отчет скинуть а мне с такой соус лайк там можно даже сделать чтобы урон резался по тебе она проще намного не но mortal shell неплохая была согласен и про какую игру речь а вот сегодня выходит стилрайзен который говорят и короткая легкая но хз не смотрел иногда уж пусть лучше короткая чем однообразный тоже соглашусь лучше уж короткая чем говно длинная затянутая бренд бонусер отключен фару 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 мы с вами выключили мы еще и поехали ой а музыка этот звук прямо из московского метро мне кажется наши специально взяли звук российского метро засунула в игру когда локализацию делали а и а и 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 так но пока нормально оба чё это было но чтобы это это не было мы его подобрали неплохо его а прям том крут короче ребят не меньше дальше цены еще круче будет а я но это же хорошо вот патроны полутать добрый день а как слезть то блять я не могу подтянуться чтобы а и а а а и и и и и и мама я сначала думал надо веревку стой там лук лежал куда ты все нормально пойдем лутаться я уж испугался уйдет нужен новый маршрут что произошло я уже думала мы тебя потерять аварийная остановка я уже думал ты лук бротишь вообще там очутился не самый приятный маршрут зато жилой сектор башен кассини проклятие ты им очень нужен держись импульсная винтовка ну давай возьмем на магазине в чем продавалась у нас все равно винтовка пригодится всем привет здорово не стой на месте топчись так я топчусь спрятали от меня узел силовой мнение миша не чувствует куда надо заглянуть я знаю да я знаю про телекинез это я в курсе я бы не сказал что у меня пока есть недостаток патрон какой-то у меня слишком маленький костюм вот это да то что первого уровня особо и лутать то не получает то есть в катар стоит да все верно это девочка и сфера еще один узел вообще похоже было автоматы не откуда же мне автомат ты нахуй нужен точнее нет в магазине есть автомат но мы решили не покупать его все дети что муравьи не могу долго говорить они отслеживают сигнал как только воспоминания мы и возвращаются хорошие плохие тоже чем больше вспоминают ты тоже видишь символы айзек айзек его все время вижу его лицо вот импульсная винтовка 7000 да надо взять наверное ну потом возьму потом возьму хотя три узла получается и 7000 остается да сразу возьму пускай будет посреди чего ниже есть я не буду это брать это 4 патрон нам хватает всего хватает достаточно кредит и того на 6 узлов с вами у поле давайте пожалуйста выбора оружия 1234 а это на единичке у нас а это тройка переделали а где этот верстак то нет что подопчить трупы детей а я думал с них не круто это так звучит мне кажется подполковник фсб уже следит за нами после этих фраз потопчить трупы детей бред не стоит благодарность на всякие осуждать не ну это про игру же было сказано так что чё так ну чтож тогда подождём пусть не попозже где-нибудь найдем но у нас уже шесть узлов это моча нормально так пара стаков патронов склад места мало да с ним ну чтож я же их трачу постоянно все пытается связаться со мной и увидел госпитале но он строс он был подопытным в эксперименте как и ты как он там оказался что ему нужно он психопат айзек держись от него подальше он убил собственных жену и ребенка ладно понял короче титан вы потрошились построили канал колонию на небольшом участке которую не трогали как раз чё ночной клуб может зайти озвучка такая себе мне нравится мне нравится намного лучше чем ее отсутствие а мы 17 она нам рано тогда тогда нам рано попадем при пола придем попозже дети обелиска чаша нашего терпения переполнена комитет не прекращать своих подлых атак грубо нарушая наше право молиться так как мы считаем нужным продолжительность служб нашей церкви была урезана пожарная охрана ограничила число прихожан присутствующих на молебенах нас заставили выпрашивать разрешение для распространения религиозной литературы все это плохо скрытые попытки заглушить правду нашу правду и попытки совершенно безуспешно нечестивый недальновидный безответственный безнадежный путь которым пытается вести нас комитет оканчивается тупиком тупиком из которого может вывести лишь юнитология тупиком у которой некогда предвидел альтман и поручил нам священную миссию стать поводырями к свету приготовьтесь братья и сестры воссоединение грядет эти к ближайшим точкам эвакуации дилсе надо для для чего для бара где 18 плюс я пока играет очень приятно я думал ты ведешь меня к живым кварталом а это место похоже на центр вербовки юнитологов я правильно иду да там должен быть старый инженерный туннель который выведет тебя через мусоросборник прямо к башням кассини будь начеку чек-то блять сейчас подойду чат пару минут я предполагаю что все человечество объединится благодаря силе священного артефакта известного как объект мы называем этот процесс воссоединением представьте все человечество будет едино одна цель одна цель нет боя страха и ненависти идеальный крик отбросьте все со мнения воссоединение грядет а юнитология приближает его вы когда его чувствовали что вам предназначена вы частью чего-то большего тогда обратитесь к юнитологии основанная 200 лет назад нашим спасителям майклом альтином юнитология не поведает что однажды все человечество объединится благодаря силе священного артефакта известного как обелиск мы называем этот процесс воссоединением представьте все человечество будет едино одна цель один радуз одна душа нет боя страха и ненависти идеальный хит отбросьте все сомнения воссоединение грядет а юнитология приближает его а и 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 мисклик простите ну пизда нам че красиво красиво неожиданно и красиво можете одеть костюм из этой части посмотреть какой он тут так вот это у меня на мне костюм из этой части стандартный обычный всякие dlc что я не 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 покупал а как это типа не взорвала вы чё блять вот сошли что вот геймплей то блять 10 часов давить трупы чтобы полутать патроны вот это я понимаю лишняя механика конечно дэдспейс точнее нет прикольно что она есть но напрягаешь что это надо делать с каждым трупом а так механика хорошее а почему пасхалочка не срабатывает ну ладно это тоже нормально я полутаю потом будем стекла бить а то потом лук ты не соберешь и хотя я же закрою принципе были прикольная механика хочу так все окна можно бить что не не все то есть таким образом можно в принципе и нет монстров но тогда нет лута а да нет лута об этом тоже надо задуматься нет монстров нет лута а как же зарабатывать бабки и патрону лутать там опять дед разбухтелся по полу стикер вк был который точно не будет токс маленькие анимированные статичный сразу можно будет пнг и гильзелевой подет а какого деда речь а при чем тут в л.г. а техномальтер ты его дедом не бывает ладно если кто-то это найдет слушать кинезисом можно вытирать лезвие стропов и стрелять или в них смотрите вот да ты че эта уловка продлила мне жизнь на три часа видите их же оружие увы я истекаю кровью меня тут хорошенько задело надеюсь это вам поможет кто бы вы ни были да мы как бы в курсе были вообще на самом деле но спасибо за совет конечно уплотнитель мусора надо сходить закрыто и о смотрели и хватит смотрели и хватит вот вот верстак мусородавилка прикольно сейчас мы с вами пистолет сделаем ух так ну что это что такое за крестик здесь просто что ли ух отлично ух 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 во уже 14 патрон прекрасно чему они шапочку и стране данного шапочку чтобы эти скаты на тебя не садились на ждите теперь эта дверь открыта понял хорошо чего когда он взрывается рядом с трупами и хлопни выпадает и его падает они выпадают слушать выпадает да ладмин и резак пистолет но по сути этот пистолет и есть невесомости как ты его не назови алё а че мы не прыгаем то блядь алло я чё-то неправильно делаю что ли или что то же самое же как в первой части было написано control и что он не прыгает а здесь о ничего себе здесь о полет и приземление нажмите alt и нихуя себе вот это конечно интересно тут еще и летать можно обалдеть здесь проще но я бы не сказал по-другому нажать на стенку и control и он сам летит намного проще чем летать управлять что-то очко открылась все лечу чат Погнали! Нажмите шифр! А куда она надо-то? Разворот в земле. Вот туда она надо. Секунду, звонят. Кто может читать по губам, то там ничего секретного. Но, в принципе, поэтому... Стоп! Что опять свет-то, блядь, потух? Что опять свет-то, блядь, потух? Сейчас какая-нибудь ебак выскочит, блядь. Всегда так бывает, когда свет тухнет. О, секреточка. Это мы сходим сейчас. Я же сказал. Профессионально читаю вообще все. Все игры. Все. Все читаю. Людей, игры, все. Сколько денег? Ууу! Уууу! Рюкзак пол. Не-не-не-не-не... Ты что, сдурел что ли? Вы видели сколько я там бабок поалутал? Миллионы. ладно бы это труп был я бы еще понял но говорить сдохнет варь сундуку видел какие ценные на электричество у некроморфов вот они и дикие такие дороже чем европе магазин отключен аква батарея пихут используете чтобы двигать и вынимать батареи спасибо это своевременный совет сколько сейчас европе я не знаю говорят дорого я не интересуюсь и если честно меня вот мои цены интересуют это самое в других странах мне вообще по барабану сколько бы не стоило хоть рубль ходить миллион платить ты не мне все равно правильно 1000 евро за мегаватт мегаватт а сколько мегаватт я жру я мегаватт еще не съел а подожди мегаватт 1000 киловатт я с момента того как мне поменяли счетчик съел где-то 5 мегаватт 5000 евро если переводе на рублей это где-то 300 тысяч рублей да а мне меняли года два назад по моему 24 на 2 48 учет дороговато получается на самом деле то в разы дороже чем один евро за киловатт ну а у меня 4 рубля или сколько там вот и считай блять в 12 раз разница а ночью еще дешевле если многотарифный у знакомых в якутии у них дом частный у них 0 9 за киловатт рубля то есть рубль за киловатт а здесь получается 60 рублей за киловатт даже 77 сразу дороже нахуй охуеть да конечно зарплата там выше но не настолько блять чтобы платить такие деньги за электричество а 3 рубля у вас но все равно один хер дороже блять в разы может я попутал да с рублем наверное так в общем мэриан это соли ты найдешь это сообщение когда придешь за моими оставшими вещами я старался ничего не забыть но вокруг происходят удивительные дела перерождение случился очень очень скоро как они обещали это особый случай выпадающий раз жизни вернее раз за миллион жизни они говорят что мы готовились к этому событию еще до того как стали людьми представляешь насколько особенными мы себя чувствуем мы те кто увидит все своими глазами я так взволнованно что у меня мурашки идут по коже меня даже за набит все мне пора церемония начнется через полчаса и я не хочу опаздывать пока сестренка люблю тебя всем сердцем приходи присняйся к нам бля реально вот насколько надо промыть людям мозги чтобы они считали что умереть и переродиться в виде какого-то монстра это высшее благо бля у его знает конечно москве где 3-4 ну в среднем 4 дневная дневной тариф за было вот если 3 тарифные ставить там ночью вообще копейки многие почему ночи стирают там вот это все ну чтоб днем электричество не тратить лишнее то что ночью халява так отсюда мы вышли с вами чё за музыка играть колыбельная некоторые в бога верить не ну бог то это бог бог тебя не заставляет как говорится умираться и насильно и превращаться в какого-то монстра блять религия понятно это как греца опиум для народа глянного в это в это верить этаж как непонятно войска и на 2 тарифе 7 и 3 а нового видишь ну вот сравнить они дорого понятно дорого ну чтож не знаю я зимой планирую раскачегарить блять температуру в комнате на столько блять чтобы ходить в одних трусах вот еще иногда окошки открываю ну потому что но душно блять но это редко бывает но бывает подножки мы с викой с окном с открытым спали потому что там дышать невозможно было ты не николь николь умерла тебя здесь нет и прав 7 рублей 7 до 23 странно мне казалось меньше а к здесь чего опа мутецкий а здесь больше нет ничего кроме вот этого восстанавливающие энергии здесь больше нет хера нет хоть планируешь а у меня даже выбора нет батарея обычно раскачегарит так что загорай в квартире а у меня в этом подтянуть и надо окна кстати в спальне там немного сифонит но они старые очень вот и надо вызвать чуваков резинки может поменять я не знаю я бы без трусов ходил если бы не было если бы неприличие когда живешь один или семье другой вопрос что ты идешь так а пиской болтаешь своей и тут коты блять кред опа а чуть висит и все понимаешь поэтому тут дело даже не в приличиях тут думаешь о другом немножко у тебя две кошки блять которые любят за все висячие цеплятся московского 717 москве 617 а московского всегда дороже все не знаю почему знакомые химках живут мы тогда сравнивали кварплату там полтора раза дороже у него за ту же площадь и за то же количество людей прописано несправедливо хорошо бывало так не знаю я не хочу проверять но у меня в среднем на электричество уходит двух в месяц иногда 1800 иногда 2200 это счет того что комп например не выключается никогда свет в коридоре постоянно горит но там правда диод но какая разница вот так что если я комп вырубал наверное было бы там но может полтора хуке что комп то он все ног электричество гонит как ни крути ну вот где-то до двух и выходит среднем за свет плачу 500 ну я говорю нет ну если если как бы не то чтобы экономить а рациональное использовать электричество то возможно что-то около но не на 500 вряд ли у меня было бы конечно так вот как а вот 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 и вот 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 так ну вроде всех отставил у меня 15к зимой так как газа нет у нас а вы электричеством топите но это дорого конечно это дорого на 15 но это дом я так понимаю до частный но многовато конечно многовато мне кажется ну тысячи тренер в месяц было бы нормально 4 нас тут конечно многовато выбор есть если выбор нет но что делать ну значит 15 пульту ну конечно чё-то дорого чересчур дровами не сильно дешевле но если покупать да если рубить я думаю ну подешевше дротики схема нужны ли нам дротики вряд ли но чисто для того чтобы было белый деревья за трешка выходит 8к круглый год смысле 8000 за электричество за трехкомнатную квартиру в белгороде учетом были делаете ты мне хочется спросить а за все а ну за все у меня также выходит сейчас кварт плата где-то 66 половиной и электричество 2 ну да и телефон давно уже не оплачиваем прошел но кому на счет нахуй нужен его уже отключили наверное давно не знаю скорее всего за 8к майнить можно езжай в европу по майне там блин в две тысячи двести четырнадцатом году геофизик по имени майкл альтман совершил открытие которое изменило мир глубоко на дне кратера возле полуострова юкатан он обнаружил священное неземное чудо обелиск обелиск обратился к альтману и открыл ему план согласно которому все человечество объединиться чтобы достичь нового светлого будущего сейчас нас запропагандирует ребят мне кажется пророк и мученик так давай после того как майкл альтман объявила свои находки люди стали стекаться к нему миллионами чтобы узнать о в обелиске и об обещанном единстве однако были те кто посланиях альтмана усмотрел угрозу в в две тысячи двести пятнадцатом году 15 марта майкл альтман был убит став первым мучеником нашей церкви в городской области имеет нереально богатый залежи ресурсов кстати эти ресурсы плавно переходят на территорию днр пуска переходит главное чтобы люди живы были конечно все хотят чтобы и на территории страны все хорошо жили ну давайте будьте реалистами когда такое было когда такое было никогда глубоко оскорбили об этой утрате однако нашли утешение в обещанном им единстве они не могли допустить чтобы правда была скрыта и основали церковь юнитологии которая распространила по миру свет откровений понятно понятно у меня за трехкомнатную плюс одну комнатную в общем 13 14 тысяч сегодня церковь юнитологии можно встретить в любом уголке известной вселенной ее учение столь же сильно и актуально как и во времена альтмана церковь насчитывает миллиарды последователей из самых разных социальных культурных и экономических слоев с каждым днем их становится больше первый начинает так может послушали все зачем нам с первой это заново начинать то по новой хотите чтобы я читал ой слушал церковь юнитологии станции титан основанной небольшой группы верующих шахтеров превратилась сегодня в центр нашей религии именно здесь располагается один из самых больших и прекрасных в солнечной системе храмов который часто служит местом проведения ежегодного симпозиума мистиков юнитологии мистике юнитологии вот назвались да пока мы ожидаем воссоединения очень важно укрепить наши связи с обелиском понять какое будущее он для нас уготовил обелиск взывает ко всем нам и наш долг ответить этому зову чистотой сердца и открытостью разума ахах сейчас разбежался блядь и открылся прям с разгона а в игре можно найти центральный компьютер покопаться в нем чтобы найти узнать сколько на базе платили за свет не знаю вряд ли вряд ли это тейдман он нашел тебя церковь быстро так стреляют так стреляют восстановите пожалуйста подачку своего рода спасибо дэйна церковь юнитологии но почему сюда это одно из немногих мест на станции титан куда у тэдмана нет доступа разделение церкви и государства нет дэйна мы не должны сюда соваться куда угодно но только не сюда мой брат погиб пытаясь спасти тебя это важно все получится наверху в церкви есть одно безопасное место встречаемся там ладно слушай но тут читаю большие комнаты это вообще нам направо надо ушный локатор чтобы найти места сохранения т.д. ну давай сходим сейчас подожди посмотрим вдруг здесь лут просто интересно тут еще на каждую вон комнату можно послушать аннотацию все формы во вселенной тесным взаимосвязаны в конечном итоге все сольется воедино будет только один разум одно тело один голос переплетенные витки обелиска являются наглядным тому подтверждением мы же в свою очередь воплощаем созданный им образ переплетая руки складывая пальцы вместе этим священным терминальным жестом мы приветствуем друг друга и начинаем все наши церемонии обыденной место понятно ну вот да здесь есть смысл куда сходить ведь силовой узел да почему у меня патрон-то полный я только что потратил я не могу понять как это работает я знаю ты видишь символы тоже они что-то значит да я вижу символы мы для них угроза я знаю мы должны действовать вместе я перезарядился он не перезаряжается так чё нам продать с вами вот это одну штуку продать он продал 2 охуительно ну ладно ну ладно так аптечки ну пока наверно не будем продавать 3-4 тысячи тем временем у нас кредитов и мы с вами сейчас купим раз два три патроны у нас с вами имеются они патроны подожди я чё-то не понял у меня у меня вообще патрон нет ебану ты не продавай кидай в склад а зачем мне же деньги нужны на хера мне эти патроны на винтовку пролезь аптечки я сейчас склад уберу да пара аптечек мне наверно хватит ебать у меня нет патрон вообще как так то бог стоит 1200 ужас 18 патрон и те можно еще подобрать о видите поэтому он не перезаряжал а не подбирал потому что фулл был патрон заберу да падает патрон на оружие которое носишь с собой не всегда мелочь иногда всякое тоже бывает так плазменный резак чтобы вот это открыть нам нужно нижние открыть значит вот это придется открывать тоже хочу такой спец специальные какая-то секретная так что обелиск превращает тебя в чудовище да в целом непонятно а именно происходит с ним но сказали что нас специально память стирали чтобы обелиска оказывался поменьше влияния на наш разум там и так далее и так далее патрики взяли все пойдем тогда в другое место но лишь не зря сюда зашли нет у нее не 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 с головой они сказали что часть обелиска влиять в голове там все дела а вот это что за дверь на как дороже имеет два режима стрибы но это я знаю а в чем смысл прокачки этой атаки потом перекрестье почему-то чертю ну да потихонечку можно сказать что он вот этим некроморфом становится если вспомнить вообще чудо чем чем ну что обелиск делает по ходу дело он видишь патроны на другую пушку выпали но реже реже обычно до выпадает то что надо а еще один херой дет ёпта вот это насыпали так ладненько когда он возмущается прикольно так нам сюда верить здесь больше нету как жизненно да 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 а средний скучник мать сложность не трудно я даже и кара разочаровалась а я не играл видимо в дспыта вот как выбран баланс чтобы и не скучно было и не затягивать прохождением а что времени особо нету чтобы сидеть по нескольку дней и что это это я шорт катакру да что вам предназначено быть частью чего-то большего тогда обратитесь к генетологии основанная 200 лет назад нашим спасителем майклом альтманом генетология исповедует что однажды все человечество объединиться благодаря силе священного артефакта известного как обелиск мы называем этот процесс воссоединением представьте все человечество будет едино одна цель один разум одна душа нет воин страха и ненависти идеальный мир отбросьте все сомнения воссоединение грядет а юнитология приближает его завтра обязательно вступлю так интересно 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 вопрос нахуй я это сделал не понял выпустите меня отсюда три года прошло с первой части подожди а как мне в ту комнату то зайти и чуть не вкурю луз космос да я полутался а это как лет пройти то вы были атаку не знаю кто эта женщина без ее помощи я бы не прошел так далеко вопрос не доверить так 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 я намерен встретиться с ней в конце концов терять меня чего непонятно 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 просто он ведет закрытую комнату я не понял сначала ага да хорошо заработала реклама надо слушать и перестать не спорить а нету больше энергия есть а вот энергия есть чего останавливается мне так холодно айзек и так больно куда ты бежишь от боли невозможно убегать вечно очень скоро ты начнешь умолять чтобы все закончилось ну хорошо а кто это представьтесь это воссоединение когда все умрут от эпидемии некроморфов обелиск пробудится и поводить все трупы включая планету и родиться кое-кто добрый день привет твоя жена ученый нас преследует или защитный костюм охранника о а наш померла пускай идет в жопу почему здесь понаставили не подойти не подъехать это фанатская озвучка но это не официальный перевода это этот сиджи инфо или джесси как он называется они много озвучим делали для игр но ты ж мёрт твоя блядь в окрашняк ты едет блядь азик ты чё накурился ты там и нахуй ты вообще шлем расстегнул собственно говоря зачем так а это что это мы отсюда вылезли до не нам тоже с башкой беда это мы представляли но я не думал что настолько окна давай сходим сюда а это тоже видимо шорткат мы здесь были да блядь опять ты да это х на 5 сезда со своими грибами он и из москвы проник нам follow green спасибо за рейдеров привет ребята привет всем добрый день ну вот проходим мертвый космос 2 не босса я не видел никакого но по крайней мере пока я думаю может быть винтовку скинуть да слушай мне патрон то нет вот это можно выбросить вот этого и бросить вот эти патроны нам надо собирать а потом на крайнях будем винтовку если чего выкидывать винтовочные патроны вообще лучше продавать конечно не выкидывать здравствуйте привет 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 а то говно лутаем на продажу а патрон не лутаем и в итоге ситуация а нам стрелять нечем но это бред конечно условно уже был заморозкой который а еще был который ноги я отстрелил руки я отстрелил большие но это не босс это элитный моб бы ну точнее его можно конечно назвать боссом но мне кажется он слишком легкий хотя для начала игры вполне нормально нужно учитывать что могут быть пушки не прокачаны там и вот это вот все да с руками был уже церкви что то есть она сломала дверь держись я попытаюсь открыть все выходы в этой зоне поторопись тут точно что то есть да нет тут никого я глюки просто опять и как долго ждать и или кого-нибудь вообще айзек боюсь у меня не получится хуяны ты придумала айзария не вылазит а а может он умер какие же они быстрые сука и что я не могу разблокировать лифт ты там что-то сделать хорошо я попробую отлично как только все сам все сам похоронное крыло церкви а затем вниз в усыпальницу и запомни важно чтобы ты важно чтобы ты ничего так вторая страшная но здесь стрима больше да scream моментов здесь побольше так ну поехали 1551 надо закругляться вот лежит мы в любом случае туда пойдем а силовой узел сюда а дальше что есть то ли шорткат то ли секреточка а шорткат все я понял где я не оказалось первое пострашнее да не на самом деле там некроморфов он нападает меньшем количестве все и а и и прикатились блять ну вот для таких случаев винтов к нам и нужно когда мой много маленького нападает а кто в гробу то этот хер который открыл санитологию ой санитологии блять винтологию ученый автомате электронизированным огнем не пусть не знаю но попробуем да надо пользоваться магаз и верстак посетил бы рядом а там через шорткат слушай неплохая идея да пойдем сходим тут недалеко то есть я вспомню то куда сюда вот сюда вниз по моему и вот сюда можно четыре пушки так как я не знаю да мне не надо много мне хватит 1 2 так 14 всего а чего нас костюм импульсная винтовка наносит на 5 процент больше урон брони 10 процент 15 ячеек за 20000 а меня нет 20000 надо копить получается а этот как он называет а вот верстак так 3 ущерб у нас почти полностью прокачанный пистолет прекрасно и давайте наверное еще одну аптечку со склада возьмем переместить да если таскать много оружий он на них патроны начнут падать а ими пользоваться не буду пушками где станок где задачи да я знаю он писал про скрол так но и где здесь у нас за алтарь и что являет чего удумал она по длине примерно как первое или короче длиннее хотя мне кажется короче наверное обычно вторые части выходят короче может не хватает фантазии растянуть сюжет или длиннее за счет гринда но сохранялась ну короче не незначительная разница будем так говорить так время 4 надо заканчивать мы с вами сегодня уже восемь часов сидим я бы конечно еще посидел в принципе но дело тоже надо делать завтра будем уже проходить с вами вирайзинг чем не выслал опросники они там опросники про павы ей повая папа контент делают но это нас не особо интересует было 5 уже ну а сколько в ней глав 15 ты скажи rdr2 rdr2 в целом неплохая но есть моменты филлер моменты когда ничего не происходит и вот это надо пережить просто если вот эти вот моменты тупые переживаешь что в принципе игра легко проходится нормально не устаешь не скучно во сколько завтрим как обычно 8 утра прям поток годных игр ушедших лет ну да на фоне безрыбия мы вот решили играть в старые игрушки телеги но кстати телегу вам скину телеги голосования обычно идут о том в какую франшизу идем играть и так далее и так далее вот но если выходит новинки или какой-то кооператив естественно мы прерываемся идем посмотрим пройдем не пройдем и уходим обратно вот мы прошли уже fallout все части метро все части чем мы проходили еще макс пейн все части вот сейчас у нас dead space идет все части если пройдем по пройдем следующий у нас будет либо bioshock либо ведьмак причем ведьмак 3 будет с интерактивом на максимальной сложности это будет очень долгий долгое прохождение я так думаю наверное дней может 20 займет хрен его знать посмотрим вот а в целом да по старью прикалываемся но но она ничего хорошие игры почему бы нет пиши оказывается во второй дать спасение играл а игра-то годная игра-то годная поэтому я только за сообщество же нравится соответственно да не забывайте в телег заходить бустефа ловки автоматически будьте за ловили на канал в к лайф вот ну продолжайте смотреть там где вам удобно хотите на твиче хотите на века на века качество в разы и лучше это факт вот что еще что еще да ничего наверно ребят спасибо что пришли спасибо смотрели завтра 8 утра увидимся в телеге все анонсы в телегу обязательно прыгайте там все обсуждения и прочее прочее соответственно если вдруг захотите подписаться на бусте там у нас закрытая тележка есть и мы планируем на недельки закрытый стрим нам пусть провести вечерочком люди после работы придут мы засядем возьмем чаек и пойдем посмотрим чего-нибудь следим поболтаем фильм какой посмотрим ну такой вот знаете компания вечерная просмотра фильма в кругу в кругу друзей можно сказать вот не болейте берегите себя завтра увидимся завтра и ночь 8 утра также на твиче на века play будем проходить дальше с вами кого космического деда 2 всех обнял до завтра бит а